12 год вот так вот выглядел старкрафа тонкий и зерк прибегает и отменяет третью всем привет с вами тот бертал и сегодня мы разберем почему же starcraft 2 погибает что с ним не так собственно кроме своего мнения вот могу пробежаться по недавним достаточно словам пол то это профессиональный игрок у него в интервью спросили почему ты начал играть в teamfight tactics и он сказал для меня это как любая другая игра просто я получаю удовольствие мне нравится в это играть одна из основных причин почему ему надоело играть именно в starcraft 2 это стало то что последнее время нету никаких патчей вот нужно ждать хотя бы полгода чтобы хоть какой-то патч вышел ну а в том же teamfight tactics патчи практически каждую неделю да на самом деле teamfight tactics игра новая ребята патчат супер активно но я могу сказать что riot они и в лиге легенд тоже патчат супер активно то есть они постоянно обновляют освежают игру они так делали постоянно на самом деле и это уже тактику только недостаточно недавно начали применять вальва в доте 2 вот то есть они тоже старались сделать стабильно 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 и тут начали вот каждый год лепить прям вообще менять все да и они понимают что они могут изменить все и очень быстро в течение недели до патчить что-то изменить что что у них не получилось сделать хорошо я же в свою свою очередь собственно вот мой турнирный аккаунт в этих начал играть 2015 году вот профессионально до побеждал гамжа корейских игроков каких-то проигрывал выигрывал много с кем играл интересным да то есть солки такой легендарный игрок лассира с ними играл ариса выиграл этот топ гэм был на то время корейские на корейском сервере его выигрывал то есть что-то я про игру понимаю играю достаточно давно то есть игры выиграл матиза на отборочных на кеспа кап 16 это тоже такой топовый европейский зерк достаточно был свое время выигрывал он цело это тайваньский капитан был то есть много много игр у меня много каких-то побед много поражений что-то мы знаем про starcraft играют давно и вот где-то 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 здесь наверное я уже перестал играть турниры после вот этих игр где выиграл into the grace это тоже корейский гранд мастер будут микроб 6к игрок на европе вот девятнадцатом году я его втащил проиграл ярче и дальше все почти не играл уже турнире так пару деликов сыграл и все и собственно вообще сейчас такая ситуация что я уже заканчиваю надоело надоел starcraft по похожим причинам почему как и у пол то как он говорит отсутствие свежести в игре и давайте пробежимся посмотрим на starcraft который был двенадцатом году давайте вернемся в прошлое и посмотрим что же происходило смотрите что было на то есть вторая минута тридцать пятая секунда еще только ставится первое здание начало игры было долгое это действительно был косяк starcraft а можно так сказать но именно вот эта медленная экономика она позволяла расширить спектр стратегий потому что это удлиняло игру это давало в игре вот именно какой-то кусок времени где ты можешь начать воевать и до развития игры начальная было длиннее намного чем сейчас но в нем происходили какие-то тактические выборы передвижением выбирали стратегию выбирали во что играть сейчас же время на выбор во что играется нету как раз таки из-за вот этих 12 рабочих легаси в зевой да и собственно вот матч дон краягу против эмси дон краягу и недавно вернулся опять играет посмотрите как игра выглядела в то время да то есть пробежаться четырьмя медленными зелками почистить скрип это было нормально почему потому что зерги не сходили с ума они делали 60 дронов против 40 пробок они понимали что до их может быть больше но если они будут совсем жестко идти в масс экономику вот эта вот армия придет и их убьет на то есть из центре и морталов почему потому что у зергов не было достойного ответа чтобы легко избавляться от форсфилдов вот такая была штука то что форсфилды они давали протосом силу они давали протосом силу взамен на то что у протоса очень медленная армия то есть замена на то что у него слабее экономика в принципе так или иначе да то есть даже в то время мы видим лимиты 110 на 150 то есть такие же лимиты и сейчас принципе мы видим но в этой ситуации зерга скорее чуть чуть хуже экономика чем сейчас относительно протоса то есть просто скорее чуть чуть лучше и вот мы видим что идет забегание тараканов центре кидает филд и в принципе отбился то есть чтобы происходило сейчас сейчас бы ровагер разбил бы этот филд за одну секунду не потратив ни одной единицы энергии и сразу бы разбилась вся стена и все и протос уже вне позиции да то есть вот такая атака идет опять же хорошие филды все протос смог защититься учитывая что его на 30 лимита меньше да это 30 лимита ну вполне боевой лимит потом в итоге по отбивавшись то есть зеркана вкладывался врачей пошел вот так у неудачно пошел процесс идет в контратаку и в принципе вот здесь вот атака колоссы центре имморталы сталкеры все это идет и аккуратненько проходит и начинается битва опять же филды меняет позицию сражается с плетками короче идет битва посмотрите он пришел драться он дерется долго идет сражение и в принципе он побеждает в конце концов да то есть это 12 год вот так вот выглядел starcraft сейчас я специально включил опять же 12 год в чем интерес вот этого посмотрите что выбирают ребята разные стратегии на то есть если там была выбрана стратегия через открыться фаржу открыться со стенками натурале то здесь у нас уже выбрана другая стратегия здесь открытие в stargate идет прилетает оракал прилетает что-то похарасить да то есть потом идет роба фаржа роба бэй делается вайдрей то есть какие-то юниты которых вы сейчас вообще не увидите вайдрея вы ну точно не встретите просто заметьте тем не менее 2 вайдрея мазеркор две фотонки и зерк прибегает и отменяет третью базу да то есть даже тогда это было возможно естественно то есть приходится просто напрягаться занимать заново третью базу потом выходит в ультра лисков и ну то есть посмотрите этих юнитов вы их не видели возможно уже очень долго потому что потому что они не актуальны из-за скорости legacy of the void уже невозможно сделать этих юнитов актуальными их занерфили очень давно жестоко занерфили колоссов как бы еле видим иногда на самом деле и посмотрите чем выигрывает процесс в этот раз это уже зилки колоссы вайдрея дойдет колоссы вайдрея архоны то есть это какие-то миксы юнитов против ультралисков да то есть это просто куча разных юнитов мы видим один тот же год буквально один и тот же месяц там один и тот же турнир если я не ошибаюсь игроки играют по-разному на давайте посмотрим вот мару против рейна посмотрите мару короче играет против рейна они тогда были все время невидимы и самого начала игры и ну это нормально учитывая что просто был мазеркор который помогал в принципе как-то реагировать на вот эти забегания по одной простой причине просто просто банально меньше и ему тяжелее именно реагировать на все вот эти вот забегания с разных сторон но при грамотной позицион очки в принципе все можно делать и ну это была игра посмотрите 17 минут сражений то есть до начала было не неспешная было аккуратное начало но теперь посмотрите все после где-то 10 9 минуте идет бесконечное сражение по каким причинам первая причина это опять же то что есть развитие в мидгейме да то есть нас не заставляет уже на 17 имеет т3 юнитов это еще середина игры и вот это растягивается на 7 на 8 минут вот эта середина игры это замес это забегание это крутое крутое время и второе посмотрите оба игрока сидят на трех базах почему потому что базы не кончались да не было вот этих вот минералов по 700 минералов на базу то есть можно было занять три базы и на них посидеть соответственно если ты можешь посидеть ты можешь отправлять войска в атаку то есть сейчас ты отправляешь войска атаку только чтобы ой пожалуйста не убей мне четвертую базу смотрите какие были игры забегание да все это происходит вот на 20 минутах на юнитах сталкерах да то есть сталкеры зилки сражаются это еще середина игры вот это вот мидгейм который пропал полностью в легасе в заводе и ну мы потеряли вот эти вот на самом деле легендарные битвы посмотреть 30 минут просто ну это крутейший starcraft был то есть они бегают друг другу ломают базы и они до сих пор не вышли в т3 потому что но еще не было смысла так сказать rain выиграл все-таки эту игру вторая игра да это уже пятнадцатый год опять пятнадцатый год посмотрим pvz посмотрите как пвз выглядела rain против лайфа просто посмотрите насколько разные стили можно было использовать вот это вот самое что легендарное то есть rain открылся быстро 3 базы делает stalker и сентри сейчас лайф придет пушем гидрой включается верчаж мы выиграем немножко времени сейчас я думаю все знают что будет если про то станет вот такую позицию против гидры да там ротчера вагеров естественно сразу проиграет но здесь еще stalker и не были занерфлены у них был нормальная атака у них был нормальный атак спид по сравнению с другими юнитами это был юнит которым можно было драться посмотрите это драка где зерга больше но на верчаджах там на фатонках rain stalker не отбивается и при преимуществе в грейдах он смог все-таки отбиться а то есть это вот это называется баланс когда у тебя преимущество в грейдах ты должен побеждать юнитами одного тира примерно гидра в принципе и stalker похоже тир имеет на то есть гидра это тоже ну гидра чуть получше stalker а как бы по тиру там но это принципе неважно и посмотрите stalker против гидры да а это уже 6 минут длится битва и она не скончается это вот такой замес и это нормально это можно было делать то есть rain выбрал такую стратегию он играл такую стратегию в то же время абсолютно партинг против лайфа посмотрите посмотрите просто на это то есть партинг против лайф отбивается от бейлинг бастов через фатонками с центрями с этими пробками короче забегают дерлинги он ловит их пробками выходит новый сын 3 появляется мазеркор начинает тоже помогать отбиваться на самом деле был важный юнит который очень сильно помогал отбиваться вот и эта игра переходит потом в контратаку партинга и партинг дожимает да то есть вот такие вот были игры то есть в этой игре партинг решил по фатонить и на фатонке зеркалку пришлось отвечать прокси хаты из которой он делает получается бейлингов опять зерлингов и выигрывает выигрывает по итогу вот в третьей игре паттинг открывается в старгейт фениксов заметьте в четвертой игре точнее да что было в третьей в третьей колоссы сталкеры с энтри мазеркор то есть вот такая стратегия заметьте да 5 игр подряд мы смотрим пвз пять раз разные стратегии вот это шестая все это фениксы фениксами похарасили забегание зилками дарками при этом колоссы сталкеры у нас все юниты используются потому что есть время раскрыть все технологии и это начинается реально технологическую технологическая война то есть очень круто новые базы отбиваемся от сформ хостов получается у нас темпесты колоссы архоны у нас идет мазер шип мазер шип самый главный да то есть тут т3 это реально настоящая война которая вот 25 минут мы переходим в т3 у нас все технологии есть базы занимаются 37 минута это вот был starcraft такой съезд против су по моему начинает фатонить зафата не в этом базу на что су отвечает прокси хатой и посмотрите как выглядит вот это вот контратака просто после прокси хаты то есть здесь понимает что сейчас будут его пробивать он видел это пробкой возвращаясь ну или должен был видеть и он встречает этот выход у него сантря у него фатонки него и зилат то есть пробки и зерк аккуратно ломает у зерка нету вот этих вот пах 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 с воздуха волшебных шаров которые все крушат то есть начинается битва начинается мазер кор фатонки сантря все это сражается пробки то есть идет какая-то война какой-то микроконтроль от обоих игроков исходят вот следующее открытие stargate несколько фениксов то есть каждая игра абсолютно уникально было какой-то хора с четырьмя зелками с прокси пилона потому что тогда в на прокси пилон можно было вырпануть зергу приходилось думать о том будет ли какой-то угроза ему то есть ему приходилось смотреть на карту что если здесь прокси пилон ко мне могут наварпаться много вот таких зелков и И, ну, будет больно Ему приходилось вот это все разведывать Смотреть, сейчас это делать не нужно Потому что, ну, ты знаешь, что на Прокс Пилон будет Юнит появляться 30 секунд Пока он там появится, ты уже выиграешь игру Посмотрите, да, Харас и Фениксами Феникс и Зилки, Микс Потом переход Сталкеров То есть мы потихоньку движемся Всего всех юнитов, там мута уже идет Муту мы отбиваем, как я понимаю, с помощью фотонок И вот, и вот, вот, вот Мазеркора, да, то есть Медленность протосов мы компенсируем этим Идет реально крутая заместная игра Угадайте, кто выиграет Выиграет по итогу Сул Да, то есть, видите, все эти штуки не давали протосам Возможность реально побеждать То есть это не было что-то, что такое О, да, все, кнопку нажал и выиграл Такого не было Вот И вот мы перешли в Legacy of the Void Заметили, все прошлые игры, они были уникальны То есть каждая игра, это была разная Да, ты в каждой игре играл Ты что-то придумывал, что-то действовал У всех были свои стратегии И в чем самое главное? В том, что у каждой игрок У него были уникальные свои стратегии Из-за того, что игра Длиннее могла развиваться Каждый находил свои ответы На все вопросы, которые возникали И это было Ну, это было реально легендарно Да, то есть Рейн, это был игрок, который Мастер защиты Ну, вот как статс сейчас там часто Тоже говорят, что статс Мастер защиты Но скоро мы к этому придем Вот Здесь был там чизер Сос там сумасшедший был, например Кто-то был Классные тайминги, атаки Партинг мастер с энтрей И так далее То есть у всех была своя Индивидуальность У каждого игрока Вот начало Legacy of the Void В принципе, посмотрите И вот, в принципе Legacy of the Void Да Финалы турниров идет Кодес Финал Заметьте, вот это финал Посмотрите На стратегии Вариативной стратегии Вот Известно Он открывается в Stargate Делает Робот Twilight Forge Потому что это единственная опция То есть Из-за скорости Вот этой развития экономики Ты не можешь эти опции Параллельно развивать И там, например У тебя Экономика развивается Не спеша Ты выбираешь Charge Ты аккуратно до него доходишь Ты делаешь зелков Ты играешь в них Какое-то время Сейчас такого нету Ты просто ставишь все подряд То есть Открылся в Stargate Сразу Робот Twilight Forge Тебе надо все Потому что игра уже развивается И Ты уже, возможно, отстаешь Вот По итогу Что происходит дальше К тебе приходит теран Заметьте Мародер Эминки Медиваки Да Он такой Приходит Что-то подпушивает Где-то Какой-то замес Размен Доходит Его подкрепление То есть Если ты в начале Урона не нанес Скорее всего Сейчас эта штука Вся просто Вот так вот Проезжается Под тебе И, ну, в принципе Убивает Да Первый сет Сыгран Вот Второй сет Зес открывается В Stargate Опять же Харасит Twilight Forge Все то же самое Приходит теран На шестой минуте Ну, сейчас вместо Двух минок Два танка Точнее, вместо Четырех минок Два танка Наверное Как-то так это работает И Мы видим Что вот Такое вот Развитие ситуации Происходит Да То есть Бегают марики Танки стреляют По третьему Nexus Восемнадцатый год Восемнадцатый год Два года назад Это было Двадцать третьего июня То есть Считайте Ровно почти Два года назад Строятся бункера Заметьте Вот так вот Проносится И Вы знаете Вот я сейчас смотрю это А вам не кажется Что вы сейчас смотрите Это вот Ну, на каждом турнире То есть Каждый турнир Вы видите Одну и ту же стратегию Которая была сыграна В восемнадцатом году Зес против Мару То есть Посмотрите Да Ну, я Проспойлерю Зес это проиграл Естественно Здесь Зес что-то Почизил Потом к нему Пришла контратака Он опять проиграл Вот Решил не чизить В четвертой И Посмотрите На седьмой минуте К нему А, не В этой тоже Почизил То есть В этой игре Зест Поставил уже Третью базу Держит Мару На низкой экономике Там прям Давит его жестко Ну, Мару Просто идет В контратаку И убивает И да Типа Прикольная игра Но Посмотрите Это опять же С одной базы Просто было сыграно Но В девятой минуте Мару пришел Просто Ну и все Порубил Вот так вот Да Потому что У него нет Все 4-0 Изи для Мару Вот Немножко ПВЗ Немножко ПВЗ Из восемнадцатого Года Знаете Открытие Старгейт Да То есть Феникс Сразу же Робот Фейлайт Сразу же Чаржик Да Заметьте Вот так вот То есть Два Юнита Это играет Трап За Протаса Дроп Архонов С призмой Все Потом Похарасили Че-то Побегали Там Трап Наверное Его должен Выиграть Ну На классе Трап Выигрывает Не суть Кто выигрывает На самом деле Кто кстати Выигрывает Ради интереса То есть Есть моменты По которым Как бы Игроки Тупо Сильнее Да Но если Раньше Это была Индивидуальность То посмотрите Вот В восемнадцатый Год Мы смотрим Нип Против Рога Да То есть Это игрок Который Должен Категорически Отличаться От Трапа Да Мы Видим Феникс Оракл Мы видим Призму Мы видим Как 5-3 Сварпаются Два Архона Как они летают Бьются Как они появляются Чистят крип Мы видим Ту же самую игру Тот же самый год Разные игроки Абсолютно Разные турниры Одна и та же игра По сути Да В чем суть В том что Тогда еще Была вариативность Небольшая Был билд Вот этот вот Старгейт В дабл дроп Архонов Или был Этот Дроп дарков А мы скоро Придем к 20-му Году Вот пока что 19-й год Мару Трап Получается Проезжает Гелион Убивает Пробочек Да Спокойненько Мару Выходит в принципе Грубо говоря В преимущество Затем Делается Дроп мин Как от него Трап отбивается Абсолютно Все равно Потому что В принципе Приходит на 8-й минуте Вот такой Пуш с танками Рэйвен еще Ну и в принципе Я думаю Всем понятно Что будет дальше Происходить То что В контратаке Два зелка Ничего не сделают Тут слишком много Танков Все это Разрушилось 19-й год То есть год проходит Я вижу Одну и ту же Игру Да Простите Что закрыл Вижу Одну и ту же Игру Вот Потом Другая карта Врубаем Опять Седьмая Минута Опять Танки Рэйвен Марики Тут Трап Что-то Другого Построил Да Зелков Фениксов Собственно Поможет ему Это или нет Давайте посмотрим Форсфилды Кинул Вот Подрался С Тераном По-моему Он сейчас Сдается Да То есть Те же 8 минут Тот же Самый Пуш Тот же Самый Итог Что за 10 секунд Как бы Решается Итог Всего Матча Вот В этой Игре Трап Немножко Решил Подавить Вот Обычно Когда ты Давишь К тебе Идет Контратака Вот И мы Видим Что опять Все То же Самое Просто Идет И так Проносится И как бы Тот Без шансов Умирает Это Пвт 19 Года Может Другой Протос Покажет Что-нибудь Другое Да Вот Давайте Посмотрим Классик Против Мару Например Классик Вот Мару Что-то Побегал Понапрягал Я смотрю Пришел Пуш На 8 Минуте Опять С танком С мародерами С минкой И Опять На 8 Минуте Классик Сдается То есть Другой Игрок Результат Тот же Посмотрите И одна И та же Игра Да Вот ради Интереса Смотрим Статс Дарк Да Уже 19 Год То есть Еще Год Вперед Посмотрите Это Больше Больше Просто Берет Вот так Вот Отбивается В принципе Почти Любого Пуша И Харас В отличие От того Как там Два Зелка Ничего Не Делают То Здесь 4 Беллинга Взрывают Все Ну И как Все Проигрывает Супер Против Рога 20 Год И вот Мы Пришли К 20 Году То есть Мы Видели Что Уже Весь Легаси Узывод Каждый Против Примерно Показывает Одну И Тоже Стратегию От Одних И Тех Стратегий Умирает Но Все Таки Там Была Вариативность Хотя Бо Минимальная Давайте Посмотрим Что Происходит В 20 Году У Меня На 20 Год Больше Всего Ссылок Посмотрите Посмотрите Просто 435 По Таймеру Пвз Супер Да Рог против Супера Супер Игрок Посмотрите 435 Варпик Адептов Идем Пытаемся Разводить Дерга Там Адептами Деремся Давайте Посмотрим Кто же Делает Что еще Зоун Против Супер Зоун 435 Варп Адептов Мне кажется Я только что Это видел Да Только Игрок Другой Да Смотрите Он Приходит Дерется Как бы И окей Прошлая игра Опять же Зоун Против Супер 435 Варп Адептов Приходим Это Разные Игроки Это Три Разных Игры И Ребята Это Одна И Та Ж Стратегия Это Одно И Тоже Как Говорил Эйнштейн Если Мы Делаем Одно Мы Тоже Надеемся На Другой Результат Мы Идиоты И Вот Старкрафт Стал Вот Именно Таким Посмотрите Острее Да Американский Игрок Кажется Ну У него Должен быть Свой Стиль Он же Американец Да То есть Там Вы Видели Двух Корейцев Посмотрите Варп Адептов Одно И то Ж То есть Я Вижу Одно И то Ж В каждой Игре Дарк Против Статса Может быть Статс Как Мастер Защиты Поиграет Во что-то Другое Да Посмотрите Он Открывается Воракла Он Делает Затем Робот Твойлайт Фаржа Как мы Видели Это Было Десять Лет Назад Да И Каждый Ну Не Десять Лет А Сначала Лего Тив Зевой Он Делает То же Самое Чем Это Все Заканчивается Тем Что На Восьмой Минуте Зерга Столько Ну Настолько Много На Восьмой Минуте Зерга То есть И Зерга Настолько Все Хорошо Знает Что Происходит Что В принципе Вот Происходят Вот Такие Вот Результаты Да Посмотрите Вот Вот Это Обычная Армия Протаса На Восьмой Минуте Вот Это Обычная Армия Зерга На Восьмой Минуте Форсфилды Тупо Не Работают То Что Архоны Мешают Раз Два Это Равагеры Их Спокойно Разобьют Естественно Эта Игра Долго Не Продлится Ну То есть Дарк Тут Скоро Приходит И Просто Посмотрим Что еще Стас Сделает Посмотрите 435 Варф Адептов Одно И то же Да То есть Давайте Найдем Другую Игру Давайте Импакт Против Стас Может Против Импакта Который Игрок Послабее Он Сыграет Что Нибудь Другое Да Ну Потому Что Стас На Уровне Может Подраться Смотрите Что Это Мне Напоминает Да И Вот Это Вот Ключевая Проблема Почему Старкрафт Умирает Близзард Ничего Не Патчет И Посмотрите Сколько Мы Игр Не Играем Одно И то Ж В каждой Игре То есть Все Игроки Выбирают Абсолютно Одну И ту Же Стратегию Посмотрите Как Выглядят Ранние Атаки Из-за Этого Да То есть Если Раньше Игра Длилась 15 Минут И Там Что То И Можно Было Порассуждать Почему Игроки Делают То И Другое То Здесь Каждой Игре Все Делают Одно И То же Все Видят Вот За Протас Например Вот Этот Пуш Супер Готовится Ставит Кучу Батареек Посмотрите Шестая Минута Приходит Пуш А Что Ему Сделать Ему Ничего Не Сделать Потому Что Ну Вот Потому Что Филды Стоят Энергию А Байлы Не Стоят Энергию Он Пробивает Протос Медленный Никакие Супер Батарейки Ничего Не Спасут Естественно Он Погибает Это Солор Против Супер Это Импакт Против Остреи Посмотрите Шестая Минута Просто Приходит Разбивает Стенку Разламывает Ему Все То есть Ни Ораклы Ничего Не Помогает Оно Он Побеждает Вот Это Круто Дир Против Диарджи Посмотрите Это GSL Это Топовый Турнир То есть 3.20 19 Рабочих Игры 10 лет То есть Эти игроки Играют По 10 лет Минимум Старкрафт Они Профессионалы Ну то есть Такие атаки Для них Должны быть Как бы Ни о чем Вообще Посмотрите Дир Проигрывает Вот этому Просто Флуду Да То есть Просто Тупо Маслинги Т1 Юнит В 20 Году Вот так Вот Приходит Разбивает Просто Протоса Да Вот То есть Что я посмотрел Мне не интересно Вот это Вот Да То есть Вот посмотрите То есть Тут не было Никаких Стратегических Замыслов Ну Замыслов Ничего Не было Вот прям Реально Что бы Можно было Назвать Прикольное Он даже Отошел Дал время Развернулся И пришел Опять убивать То есть Все Я вам Рассказываю Секрет Да Дир Сейчас эту Игру Проигрывает Потом Он там Кого-то Повыигрывал Посмотрите Что будет Дальше Вот Он делает Ту же Страту Как Ну Эту Страту Мы знаем Хорошо А во второй Игре Что происходит Да То есть Первый раз Он играл Ту же Страту Которую Играют Все Поэтому Он проиграл Когда все Играют Одно И то же К этому Все Научились Защищаться Посмотрите Вот что Здесь Да Здесь Мы видим Что он Второй Раз На Топовом Турнире В топ Ну в топ 16 уже По-моему Да Или там Топ 20 Игроков Он проигрывает Второй раз Одному И тому же Флуду Лингов Просто То есть Это даже Не чиз Он Видел Как эта Атака Идет Да То есть Он начал Готовиться Он начал Ставить Батарейки Ну невозможно То есть Это не работает Сейчас И все То есть Вот Ну вот Игра Есть ребята Которые пытаются Придумать Что-то Другое Да Вот он Пришел Без призмы Типа Он Он делает Как бы Фейковую Атаку Ну почему Фейковая Атака Не работает Ну потому что Тебе потом Заваливается Какая-нибудь Чушь И ты все Ано Проигрываешь Да То есть Вот он Приходит Чем-то Пейшенс Да Он пытается Показать Какой-то Другой Стиль Игры Но Это все Как бы Тщетно Потому что Ну Опять же Я говорю Половина Твоих Юнитов Запротся Уже Мертва Потому что Есть Контур Юнит Зерга На все Это Ну вот Потом В конце концов Каждый Не выдерживает И приходит Играть Опять Вот этот же Пуш Адептов Одно И то же Каждый Игрок Вот это все Двадцатый год Одно И то же Я не Понаходил Про тернов Много Чего Да Чтобы Опять же Не затягивать Излишне Но Опять же Посмотрите Чем Играет Это все Тот же Пуш На восьмой Минуте Да Как и в начале Газоида С танками Да То есть Это все Одно и то же Близзард Не ломают Игру Чтоб люди Играли Во что-то Другое Они Просто Вот Например На Европу Прыгаем Посмотрите Европейский Игрок Мана Да Что он Будет делать Он играет 4.50 Все те же Адепты Да Все то же Самое Вот И Тут он Одну игру Как-то Выиграл Да Давайте посмотрим А не Ничего Он не выиграл Забыл Давайте посмотрим Вот это Вот Другой сервер Другие игроки Эти игроки Тоже Сверху Опытные Мана Вообще Мега Опытные Но я считаю Что в 20 Игру В 20 Году Вот такого Происходить Не должно Посмотрите Что просто Линги Вот так Пробегает Все Все Это финиш Да То есть Процесс Уже физически Не может Отбиться После Одной Вот Грусть Вот по этой Причине Да Посмотрите Весь 20 Год Вот этот Огромный Спектр Игр Одно И то же Да То есть По этой Причине И игроки И зрители Просто банально Уходят со Старкрафта То есть Скучно Смотреть Одно И то же Скучно Делать Одно И то же Вот Собственно И все Причины Почему Старкрафт 2 Умирает Собственно